Всем привет! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня мы разберем 7 основных ошибок, которые допускают при открытии салона красоты. Ошибка номер один. Открою салон с подружкой. Это, конечно, очень классно, когда девчонки собираются и решают открыть собственный бизнес. Но чем это всегда, как правило, заканчивается? Тем, что нет договора, нет прописанных обязанностей, и поэтому каждый из них не понимает, чем занимается. Одна девчонка может работать, вторая девочка больше обслуживается, а у третьей ходит ее мама, постоянно обслуживается бесплатно. И поэтому, как правило, такие салоны долго не живут. Если вы уже и решили открыть салон красоты с подружкой, то изначально нужно четко все прописать. До мелочей. Кто заказывает одноразовую продукцию, кто собеседует специалистов, кто занимается рекламой, кто поддерживает ремонт. То есть очень-очень-очень много пунктов, которые нужно прописать. Лично я бы не смогла точно открыть бизнес с другом, либо с подругой даже самой лучшей. Потому что, варясь в этом уже 10 лет, я понимаю, сколько подводных камней, и у меня бизнес с сестрой. И здесь спасает только ситуация в том, что мы очень близкие люди, и мы друг к другу 100% бы помогали и так. Поэтому мы смогли, научились работать с друг другом. Хотя в процессе работы было столько раз, когда мы ссорились, ругались, либо даже не разговаривали. А иногда было такое, что думали, что все, мы больше вместе работать не будем. Но мы сестры, мы никуда друг от друга не денемся. А, конечно, если взять подруг, то рассорились и больше не общаются. Нормально? Понятно тебе, Лиза? Что не надо салон с подружкой открывать, да? Хорошо. Вторая ошибка, когда думаешь, что самое главное – красивый ремонт. Потратили все деньги на самое классное оборудование, на красивые столы. А потом, когда доходит до выбора одноразовой продукции, либо косметики, либо то, что нужно вложить деньги в рекламу, уже бюджета не хватает. На самом-то деле ремонт – это только 10-20% успешного салона красоты. Все остальное делают люди, косметика и реклама. Третья ошибка, когда набирают команду без понимания услуг. То есть, когда собственник, например, не специалист, он не понимает, в чем же суть, да, качество услуги, и начинают набирать специалистов просто потому, что она симпатичная девочка, у нее много подписчиков в Инстаграм. Вообще, в принципе, собрать команду – это самое основное. И если вы хотите сделать классный салон красоты, вам изначально нужно в услуге разобраться самостоятельно. Пойти на курсы, послушать мастер-классы, послушать вебинары. Вы не будете работать специалистом, но зато вы будете понимать, какие вопросы задавать на собеседовании. Я, например, задаю на собеседовании следующие вопросы. Чем человек занимается, какие у него хобби, где он ранее работал. То есть, вопросы, на которые он может очень легко ответить. А дальше я начинаю ни с того ни с сего задавать профессиональные вопросы. Например, если это бровист, я, например, спрашиваю, какие химические связи разрушают первый состав ламинирования. Ответ – десульфидные связи. Либо из каких цветов состоит красный цвет, а он ни из каких цветов не состоит. То есть, с помощью двух-трех вопросов я уже понимаю, насколько человек профессионал. Чем больше ассортимент косметики, тем лучше. Многие собственники считают, что чем больше я наставлю витрин с косметикой, тем больше у меня будет продаваться, и больше будет прибыль. Но на самом деле в чем проблема? Во-первых, вам нужно проводить инвентаризацию. Вам нужно либо вкладывать деньги, либо вам ставят на реализацию, и за этим нужно всем следить. Третий момент – это то, что специалисты не могут выучить большое количество марок косметики, и у вас, по сути, ничего не будет продаваться, потому что специалисты не смогут грамотно консультировать. Я считаю, что лучше максимально работать на монобренде, если это возможно, например, в каком-то направлении. То есть, у нас все бровисты работают на ЭЛАН. Они работают на монобренде, они четко понимают продукцию, как она работает, и, соответственно, их легко обучать новинкам. Либо хотя бы, чтобы у вас было 2-3 марки. Вот как у парикмахеров у нас 3 марки по волосам, и нам легко повышать квалификации. А так, представьте, если у вас 10 марок, по каждой марке нужно повышать квалификацию. Это у вас специалисты будут заниматься только тем, что учиться. Прости, пожалуйста, я не хотела. Нормально аж общались, да? Микрофон просто задело. Пятая ошибка. Я могу все сама. Как правило, эту ошибку допускают специалисты, которые решают открыть салон красоты. Они сами. И специалист, и администратор, и менеджер, который закажет продукцию, и человек, который собеседует. И в итоге, через 2-3 месяца у специалиста, у такого собственника, начинается депрессия, потому что он ничего не успевает, он сильно устает. Поэтому в данном случае, если вы специалист, и вы собираетесь открывать салон красоты, то вы должны понимать, что у вас должен быть бюджет на менеджеров, на администраторов, на SMM-менеджера. Иначе это работать просто не будет. Шестая ошибка. Очень распространенная. Открою салон, и все будет работать само. Так не получается. Мы с сестрой каждый день на работе, и каждый день происходят какие-то ситуации. Поэтому здесь, если вы уже открываете салон красоты, вы должны понимать, что это вам должно нравиться, вы этим должны жить, гореть, и только тогда будет работать бизнес. Иначе смысл этого всего, если вы хотите просто зарабатывать деньги. Так оно не будет работать и не будет зарабатываться. И ошибка номер 7. Я сейчас наберу сильную команду, и можно расслабиться. Но здесь самый главный момент в том, что кто-то у вас будет уходить, кто-то будет уезжать, кто-то будет заболевать, и разные другие моменты. Поэтому команду нужно будет набирать постоянно. Постоянно собеседовать, обучать, развивать. Это вообще нескончаемый процесс. Вот в салонном бизнесе, в отличие от ресторанного бизнеса, в ресторане ты взял одного шеф-повара, он у тебя готовит где-то на кухне, и знать его никто не знает. И меню у вас, вы пришли, заказали борщ. И вам, в принципе, не важно, кто готовит этот борщ. И там есть четкие ингредиенты в этом блюде. Если вы приходите в салон красоты, то каждый из специалистов – это повар. И девушка говорит, например, «А я не хочу вот такой борщ, я хочу, чтобы он был желтый, и чтобы он был с огурцами, а там не было свеклы». И вы потом приготовили этот борщ, а вам клиент говорит, «А мне не нравится, а мне невкусно». Вот так часто приходят, говорят, «Я хочу вот такой макияж». Вы сделали макияж, но, говорит, «А мне не нравится». И здесь каждый повар должен быть самой наивысшей квалификацией. А такая команда формируется годами. Этот человек обучается с вами годами, а потом он может захотеть открыть свое. И он ушел, еще и забрал клиентов с собой. И вам нужно начинать все заново. Я знаю очень большое количество специалистов, у которых были салоны красоты, и которых закрыли по причине того, что в определенный момент вся команда собралась и ушла, и открыла что-то свое. У нас тоже было в нашем опыте несколько раз такое, что специалисты кооперировались, уходили и открывали что-то свое. Вы, самое главное, должны быть готовы к тому, что ваша задача будет постоянно собеседовать и набирать новую команду. Если у вас есть вопросы относительно открытия салона красоты, задавайте обязательно в комментариях, и я вам отвечу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok